Иисус Иисус третий раз является уже по своим воскресеньям по дороге в Имаус. Марк 16 глава 12-13 стихи, Лука 24 глава 13-32 стих об этом говорит. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, Лука называет, стадий на 60 от Иерусалима, называемая Эмаус. Они возвращаются в Эмаус после праздника Пасхи и в дороге они обсуждают последние события. Во время Пасхи они не могли далеко уходить, потому что это был праздник, его понимание субботнего пути, которое приблизительно один километр. Они возвращаются в Эмаус после Пасхи и разговаривают, естественно, о том, о чем говорит большая часть Иерусалима, кем они его считали пророком. И говорили, вот они приводят пример, что он подтвердил слова своими делами, что он был арестован, осужден, казнен. И в четвертых, то, что они считали его искупителем Израиля, хотя последние события, в общем-то, пошатнули их веру. Они также поделились тем, что они не верили, что женщины будто бы утверждали, что видели Иисуса воскресшим, но никто в апостолов из этого как бы и не верил. Я хочу еще раз попытаться понять, что же на самом деле происходило. При всем восторге и желании Иисуса спасти мир, что он, собственно, и сделал, это неоднозначно воспринималось его апостолами. Они не представляли себе, что должен прийти Мессия, которому надо пострадать. Они ждали Мессию победителя. Поэтому разговоры о том, что он умер, что он воскрес, заставили их абсолютно врасплох. И они, проведя с ним три года, практически так и не поняли вот этой недоктрины, доктрины, вот этой последовательности эскатологических, эссотериологических, если хотите, событий. Событие происходит в послеполуденное время, идет всего лишь третий день после смерти Иисуса. Принявый Маус, они уговорили его остаться с ними, он произносит благословение над хлебом. Обычно это дело, вообще говоря, главы семьи. Но если гость учитель писания, то ему предоставляется право это сделать. Ну, есть очень много толкований и объяснений, в каком теле воскрес Иисус прославленным, непрославленным, как же он кушает. Мы избежим этих спекуляций. Я думаю, они ничего нам не дают. Потом он является Петру. Он говорится, например, в 1 Коринфянам 15, 5, что явился Кифе в 5 стихе. И потом 12, еще раз он является своим учеником. Их 10. Ученики до сих пор не ушли из города по причине своего неверия. Марк, 16 глава, Лука, 24, Иоанн, 20. Двери закрыты. Двери закрыты, они боятся. Несмотря ни на что он появляется среди них. Опять же, у нас с вами эти вопросы. В каком теле он возник, как он прошел через стены. Но они принимают его за духа. Мы с вами много говорили уже в курсе лекции о том, каким образом надо бояться. Скорее всего, еще же и вечер. То есть, вообще нельзя вообще приветствовать. Они принимают его за духа. Это был третий знак их неверия. Они все еще не верят. Он просит им, чтобы они подали ему поесть. И он ест. Они получают здесь от него некие символы власти. Он говорит им, что им предстоит делать. Он дает им власть прощать грехи его именем или в его имя. То есть, если они будут поступать согласно инструкциям Иисуса, у них, естественно, есть от имени Иисуса право прощать грехи. Потому что Иисус выдает абсолютно точные инструкции тому, как это надо делать. И что это должно из себя представлять. После этого он является одиннадцатим апостолом. И, наконец, он является семерым учеником. Это уже Иоанн, 25 глава. Галилея, Генесарецкое озеро, Тивериадское море. Сегодня в любом ресторане можно заказать рыбу Святого Петра. Во времена Святого Петра не было рыбы с таким названием, но их надо было ловить в любом случае, а не добывать в ресторане. Иногда был улов, иногда его не было. А ведь это составляло, в общем-то, основу материального благосостояния всех живущих в этом регионе. Иисус умер. Иисус воскрес. И он является своим апостолом. Третий, последний раз это происходит в Галилее, здесь, на том месте, где мы с вами сейчас находимся. Иоанн, его любимый ученик, так описывает это явление. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они ответили, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую руку и поймайте по правую сторону лодки. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо они далеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. И когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. И Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не порвалась сеть. Вообще-то Библия вообще, Евангелие в частности, не учебник по математике. Часто приходится слышать вопрос, почему сто пятьдесят три? Почему не двести четырнадцать? Более того, почему вдруг в Библии надо указать именно это число? Как будто бы, если бы указали, что было сто сорок семь, это что-то поменяло бы. Или бы цифра в сто менее впечатлила нас отнюдь. Видимо, был какой-то скрытый смысл, и он, конечно же, есть. Почему Евангелие упоминает именно сто пятьдесят три рыбы, и почему Господь Бог позволил рыбакам поймать сто пятьдесят три рыбы. Существует очень интересная история, дошедшая до нас со времен Иисуса, и зафиксированная, как и многие другие, в аналог еврейской мудрости. Один раввин приходит на берег моря, нашего с вами моря, и пытается помочь каким-то образом рыбаку поймать рыбу. Он молится вместе с ним, и, наконец, рыбак приносит свой улов. Рыбак очень обрадован. Они вместе начинают считать рыбу, которая у него есть, и они насчитывают ни много ни мало семнадцать рыб. «Хорошо!» – кричит рыбак. «Хорошо!» – мы поймали целых семнадцать рыб. «Хорошо!» – подтверждает раввин и улыбается при этом. «Семнадцать» на иврите – это гематрия слова «тов», которое и обозначает «хорошо». Три буквы – «пят», «девятка», «вав», «шесть» и «бет» – два. Всего семнадцать. Поэтому семнадцать – это «хорошо». Но раввин смотрит на этого рыбака и говорит, когда придет мессия, будет очень хорошо. Будет рыб в девять раз больше. Девять умноженное на семнадцать – сто пятьдесят три. Очень хорошо – это когда придет мессия. И действительно, мы видим здесь, в этом тексте, сто пятьдесят три рыбы, не меньше и не больше, что является для определенного направления в иудаизме сигналом того, что действительно пришел мессия, потому что в этих сетях сто пятьдесят три рыбы. Я думаю, что в каждом слове в Библии есть смысл. Иногда понятный всем, иногда скрытый. Но Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а ведь они свидетельствуют обо мне. Я очень надеюсь, что именно этот момент помогает нам оценить всю красоту исторического периода, в который жил Иисус, и всю красоту устного народного творчества. Я думаю, что именно этот момент из Писания помогает нам больше и лучше понять, почему было сто пятьдесят три рыбы, и почему Иисус, все, чему Он учил, Он учил на основании еврейской традиции того времени. Это было абсолютно необходимо, потому что традиция никогда не была его целью, но была замечательным средством, чтобы помочь еврейскому народу, насколько это вообще возможно, указать в Иисусе истинного миссию. Иисус говорит им, придите и обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет и хлеб, и дает им, и также и рыбу, и это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих, или, наверное, в оригинальном тексте, корми моих овец. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. И говорит ему в третий раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь? Ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец. Несадолго до времени, до событий, которых мы описываем с вами, мы знаем, что Иисус воскрес на третий день, а потом явился своим ученикам. Прошло 40 дней. Несадолго до этого времени Петр предал Иисуса, сделал это трижды, греясь у костра. Наверное, не самой теплой, наверняка ненастной погодой, канун еврейской Пасхи. И мы знаем, что когда к нему подошла служанка, первый раз, второй раз и третий раз он отрекается от Господа, потом поет петух, и он сидит, греется у костра. А именно здесь, на этом уже берегу, в Галилее, ученики точно так же сидят у костра. И трижды, обратите внимание, трижды Господь Бог спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Формально, конечно, можно считать, что каждый ответ «люблю тебя» искупает грех отречения в Иерусалиме. Но я хочу, чтобы мы немножко с вами рассмотрели текст и попытались понять глубже, о чем здесь идет речь. Прежде всего, иди и паси овец или агнцев. В русском языке слово «пастух» или слово «пастырь» происходит от слова «пасти», то есть водить по пастбищам, выгуливать, охранять, или наводит на мысль о том, что есть некое стадо, которого ты ведешь с места на место, с целью, которая подразумевается, но не очевидно. На еврейском языке слово «пастырь» это «роэ», которое переводится как «кормилец», или «тот, который дает пищу», или «тот, который кормит». Поэтому на самом деле здесь Иисус говорит Петру, «Петр, иди и корми моих овец». Иными словами, научай их слову, которую я тебе передал или передаю. Что происходит дальше? Иисус спрашивает у него трижды, любишь ли ты меня? Любой человек на месте Петра огорчился бы, по разным причинам. Один от того, что его просто спрашивают три раза. Другой от того, что ему напоминают, может быть, какие прегрешения в прошлой жизни. Третий из-за недоверия. Действительно, мы видим, что на третий раз Петр огорчается. Ну а о чем, собственно, идет речь? Я не знаю, как вам, подозреваю, что точно так же, как и мне, доводилось слышать очень много проповедей на тему того, что в греческом тексте, здесь, в Иоанна, 21 главе, есть два разных слова, которые обозначают любовь. Одна – любовь. Иисус выражена одним словом, агапе, о которой говорит Иисус, как бы обращаясь к Петру. Дорогой Петр, ты меня любишь дружеской, братской любовью. На что Петр отвечает ему точно так же по-гречески, по крайней мере, в Евангелии от Иоанна, не обращая внимания как бы на вопрос Иисуса, он ему отвечает словом от корня фиера. То есть, я люблю тебя, но многочисленные проповедники и толкователи дают этому слову название не высшей духовной братской любови, а некой эмоциональной любови, которая присуща в семье. Второй раз Иисус у него опять спрашивает, употребляя то же самое слово агапе, и точно так же ему отвечает Петр, подменяя слово агапе словом фиера, и так дальше, все три раза. И казалось бы, из этого можно было построить вполне сносную доктрину, проблема состоит только в том, что Иисус с Петром никогда не разговаривали между собой по-гречески. Просто у них не было никакой необходимости говорить между собой по-гречески, даже если предположить, что вполне вероятно, что они знали греческий язык. Что же произошло на самом деле? Иоанн, который присутствовал при этом разговоре, позднее, предлагая Евангелие и язычникам, записал его на греческом языке и пытался, насколько это возможно, передать смысл разговора, разговора, который происходил, безусловно, или на еврите, или на арамейском языке, между Иисусом и Петром, передать это на греческий язык. В какой-то степени ему это удалось, но, безусловно, остались очень серьезные проблемы. Дело в том, что на еврите нету разницы между Агапой и Филю. Я скажу гораздо более серьезную вещь, как бы это ни показалось странным и неочевидным, на греческом языке эти два слова являются абсолютными синонимами. И сколько бы нас не убеждали, что одно слово обозначает более высокий вид любви, мы нигде не находим этого ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете, который был переведен на септуагинту. Например, когда мы читаем в Новом Завете о том, что некоторые возлюбили этот мир, то употребляется слово неожиданное для нас Агапы. Или, например, когда в Ветхом Завете в септуагинте говорится о том, что было произведено насилие, и брат хотел своей сестры и фактически овладел, и ею употребляется то же самое слово Агапы. И наоборот, в некоторых местах, когда надо сказать, что возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, употребляется слово Филио. То есть абсолютно, и это можно доказать на множественных местах, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете, эти два слова являются абсолютными синонимами. Но почему Иоанн использует два слова? Да очень просто. Потому что если бы вы говорили даже на русском языке повторение одного и того же слова в трех стихах шесть раз, сделало бы ваше повествование неинтересным, неинтересным, незапоминающимся, некрасивым и неграмотным. Поэтому Иоанн совершенно справедливо, зная, что это слова-синонимы, использует их таким образом. Что же на самом деле имелось в виду? И почему трижды спрашивает Иисус? Мы знаем, что на еврейском языке слово «любовь», как и слово «вера», как и слово «надежда» — это несуществительное. Это глагол. То есть, иными словами, «делание любви», «делание веры» или «делание надежды», или в реальном измерении надежда, которая что-то делает, или вера, которая что-то делает, или любовь, которая что-то делает, о чем Яков позднее писал, что «вера без дел мертва» на греческом языке — это два разных понятия. Вера и дела. На еврите вера, которая не выражается в делах, вообще верой не является. Любовь, которая не выражается в конкретных делах, вообще любовью не является. Она является неким эмоциональным чувствованием, которое ни малейшего отношения к реальной любви в понятиях еврита и в понятиях иудаизма не имеет. И что же делает на самом деле Иисус? Он говорит, «Ты меня любишь?» Тот говорит, «Да». Он говорит, «Так иди делай что-то!» «Иди паси моих овец!» Второй раз он говорит, «Ты меня любишь?» Он говорит, «Да!» Он говорит, «Иди паси моих овец!» И в этот раз происходит абсолютно то же самое. Есть такой один мюзикл, известный, называется «Скрипач на крыше». И вот там происходит диалог между одним пожилым евреем и его женой. И он спрашивает ее, «Ты меня любишь?» Она отвечает ему, «Я 25 лет даю твою корову или воспитываю твоих детей». Он повторяет, говорит, «Ты меня любишь?» Она говорит, «Да!» «Я воспитываю твоих детей, глажу тебе, убираю». Он говорит, «Нет, ты меня любишь?» На самом деле этот диалог очень схож с тем диалогом, еврейским диалогом, который мы читаем в Евангелии от Иоанна. Но вопрос, любишь ли ты меня, мы всегда должны говорить Иисусу не о тех чувствованиях, которые есть у нас в сердце. На чувствованиях ничего нельзя строить. Писание говорит, что сердце человека крайне испорчено, и кто познает его. Любовь наша проявляется в конкретных делах. Поэтому, когда Иисус объясняет Петру или обращается сегодня к нам и спрашивает у нас, давайте актуализируем вопрос, любим ли мы его? Мы никогда не сможем прийти и сказать, «Да, Господь, потому что в моем сердце творится что-то необыкновенное». Это очень хорошо, когда наши эмоции и наши чувства переполняют наше сердце. Но это еще лучше, когда выход этим эмоциям и чувствованием дается не в пустых словах, а в конкретных поступках. Именно об этом Евангелие от Иоанна, 21 глава. Именно об этом последние слова, которые зафиксированы в этом Евангелии. Именно это говорит к нам Иисус сегодня. Любим ли мы Его? Если да, надо идти и делать Его дело. Да благословит вас Господь Бог! Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok